Маркс говорит, что в данной ситуации рабочий чувствует свое закабаление, свое рабство от тех предметов, которые он производит. Рабочий оказывается включен в эту систему взаимного товарооборота и услуг. То есть рабочий, говорит Маркс, может выживать только в одном случае, приобретая товары и услуги, созданные другим рабочим. В конце концов, говорит Маркс, рабочий опускается до такого состояния интересного, когда он все свои товары, все услуги, свою жизнь, свое здоровье, здоровье своих детей начинает измерять только в одном эквиваленте, в деньгах. И, допустим, он говорит, что ребенок заболел, он говорит, что это будет стоить столько-то и столько-то, это, конечно, очень много, но мы постараемся что-нибудь сделать. Или ребенок идет в школу, так, вот это будет стоить такие-то и такие-то деньги, но мы будем действительно стараться, что-то будем для этого делать, например. То есть ситуация, безусловно, в которой труд, по мысли Маркса, становится для человека чем-то чужим ему, чем-то внешним, не приносящим совершенно никакого удовольствия, когда люди огромное число своего жизненного времени проводят ситуации на работе, которая им не нравится, которая выматывает их и изнуряет их и духовные силы, и силы физические. И, в общем-то, действительно, ситуация происходит, закручивается еще сложнее, еще жестче, говорит Макс, когда рабочие, если и чувствуют себя собой, то находясь не на работе, потому что на работе есть машина своеобразная, есть своеобразный автомат, штампующий там какие-нибудь, либо детали, либо доклады, либо отчеты, бумажки какие-нибудь. И в этом случае, говорит Маркс, я теряю, я являюсь рабочим, я теряю свою самость. А чувствую я себя собой, только думаю, в крохотный момент времени, пока я не нахожусь на работе. То есть я ем, сплю, кушаю, совершаю какие-то другие естественные физиологические потребности, которые, опять же, роднят меня с животным. Момент творчества, момент мышления, момент какого-то интеллектуального развития исчезает вообще, говорит Маркс, для рабочего. То есть рабочий скатывается на уровень вот этой повседневной своей обыденности, где каждый день повторяют предыдущие, снова и снова одна и та же монотонная работа, а отдохнуть, что называется, интеллектуально, просто или там духовно, или культурно, просто нет возможности из-за усталости, которую ты накрывает тебя после твоего рабочего дня.